Приветствую моих зрителей. Сегодня я хотел бы рассказать вам о очень любопытных особенностях развития такого растения под названием финиковая пальма, которая дает очень вкусные и полезные плоды. После того, как мы съедаем плод, мы можем обнаружить очень твердую, характерную, продолговатую косточку. Как вы можете наблюдать, косточек у меня скопилось довольно много. Эти косточки очень твердые. На вид может показаться так, что данная косточка не плотнее кофейного зерна, но если вам не жалко своей кофемолки, вы можете бросить всего лишь одно зернышко и уничтожить ее моментально. Потому что я уже имел такой горький опыт, я пытался размолоть в кофемолке одно из таких зерен и потерпел неудачу. Дешевая китайская кофемолка не выдержала, размольный нож попросту отлетел от двигателя, а косточка как была целая, так и осталась. Так как же прорастает столь твердая косточка. Вообще-то финик прорастить довольно легко. Для этого достаточно косточку воткнуть в горшок с влажной землей и запастись на некоторое время терпением. По истечении около месяца на поверхности грунта, там где вы воткнули финиковую косточку, вы можете наблюдать пробивающийся жесткий зеленый пальмовый лист. Но таким способом мы не сможем проследить особенности развития этого растения. Для того, чтобы проследить каким образом развивается финиковая пальма, я замочил водой косточки финиковой пальмы на чашке Петри. Эти финики я замочил с 39 2017 года. Часть из них проросла, я уже высадил их в грунт. Ну, как вы можете наблюдать, насколько это позволяет видеть моя камера, вот таким вот образом прорастает финиковая пальма. На одной из сторон косточки есть характерный выступ. Именно из него и начинает прорастать вот эта вот косточка. Первые ростки из этих косточек начали пробиваться после 20 дней, с того момента как я залил их водой. Очень важно при этом регулярно промывать эти косточки водой и менять бумагу. Потому что, как вы можете наблюдать, на них появляется плесневая инфекция, которая может проникнуть к зародышу данной финиковой пальмы и убить его. Тем самым, сведя на нет все попытки вырастить из нее финиковую пальму. Две финиковые косточки с самыми длинными отростками я решил поместить в сосуды с водой. Для того, чтобы можно было наблюдать развитие корневой системы. Для проращивания я использовал емкости из-под молока. Они прозрачные, четко видно, как развивается корневая система. Изначально корень достигал приблизительно по вот эту вот отметку, где я указываю пальцем. Для того, чтобы разместить эти косточки над поверхностью воды, я использовал обычную марлю, которую я закрепил при помощи канцелярских резинок. Таким образом, сама косточка не перемокает. В то же время корень погруженный в воду развивается и вытягивается в длину. Для того, чтобы обогатить раствор азотом и таким образом обеспечивать развитие корневой системы, я добавил в воду по 2 грамма мочевины на 1 литр воды. Но больше всего меня удивила особенность развития финиковой пальмы. Как я уже говорил, косточка является очень твердой и прочной, потому зеленый отросток, видимый над поверхностью грунта через месяц после того, как финиковая косточка проросла, на самом деле вырастает из корня. Вот вы можете наблюдать, как из этой косточки сначала пробился корень, который удлинялся в длину, потом он начал расщепляться в этом месте на две части. И из него начал пробиваться тот самый первый пальмовый лист. Так же самую аналогичную картину вы можете наблюдать и в этой бутылке. Но здесь он довольно интенсивно начал произрастать. Видно, как данный отросток из корня уже пробился даже через марлю. Еще вот в этом месте я заметил характерную особенность. В этом месте вокруг корня образовался характерный такой, как пушок, как налет такой подводный. То есть какие-то организмы начали взаимодействовать с этим корнем. Это может быть два варианта. Либо же это паразитический организм, который начал паразитировать и питаться за счет этого корня. Либо же это организм симбионт, с которым у данного растения взаимовыгодное сотрудничество. Но как вы можете наблюдать, на этом растении характерного белого пушка, который есть в этом, не наблюдается. И данный корень более толстый, более мощный. В это же время тут тоже довольно длинный корень. Часть вот этого пушка, этих образовавшихся колоний возьму для микроскопии. Итак, друзья, для того, чтобы исследовать микроорганизм, который образовал колонию, на корне одной из финиковых пальм, я приготовил микроскопический препарат. Для того, чтобы его исследовать, я буду использовать объектив с максимальным разрешением, с использованием иммерсионного масла, которое повышает разделительную способность данного микроскопа. Итак, что мы можем наблюдать здесь? Видно, что это микроорганизм, который образует характерные нитки. У меня нет достаточного опыта в определении и классификации микроорганизмов. Но, исходя из своих базовых навыков, полученных на практикуме по микробиологии, я могу сделать два предположения. Либо же это мицелий микроскопических грибов, которые образуют колонию и, возможно, симбиоз с этим растением, с корнем этой финиковой пальмы, образуя так званный гриб экзофит и относятся к так званым грибам экзофитам, которые образуют с корнем внешнюю микоризу. Либо же этот организм относится к микроорганизмам под названием актиномицеты. О них вы можете найти информацию в интернете. Видны какие-то круглые шарообразные включения в этих нитках. Возможно, это какие-то жиро- либо же липидосодержащие визикулы, характерные для некоторых микроскопических грибов. Возможно, среди моих зрителей найдутся опытные микробиологи, которые имели дело с подобными микроорганизмами. И они помогут нам всем определиться с классификацией данного микроорганизма. Итак, друзья, надеюсь, вам было интересно и полезно моё видео. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всего вам доброго и до новых встреч!